... для всеобщего использования. Что за термин? Зачем он нужен? Откуда? Я сразу хотел целый ряд стереотипов, отручу, чтобы их не было. Термин «нас» — это такой инженерный термин, за термином не цепляемся. Если язык в своей мудрости заменит его на какое-нибудь другое слово, то он был только рад. Для нас это не философское понятие. На скорей философских понятий там очень скромное местечко. Потом можно будет обрисовать для любителей, указать на клеточку. Оно не патендует ни на глобальное обладание, ни на гуманитарное содержание. Это скорее такая вот инженерная парадигма с понижением слова парадигмы до вот такого тоже инженерного уровня принтуса. Это некоторая рабочая установка, которая помогает, должна помочь ориентироваться в реальности и делать нам шаг. Что такое инженерная позиция? Нет возможности распространяться. Я отошлю вас. Специально ездил год назад к методологам, в гости в Юрном. И там он рассказывал, нарочно взяв смешное слово, антологии. Инженер. Китайская традиция — это существо, которое занимает место человека. В триаде человек — небо, земля. На небо смотрят ученые. Они изучают понятия. Не совершенно плевать на землю, они могут не знать, где существует. На земле находятся эксперты, которые прекрасно понимают, как устроен лес, а также паровозная промышленность и сельское колесо. Они решают задачи, приземленные, связанные с тем, что в народном хозяйстве возникли проблемы. Налетела саранча. Инженер — человек, который бегает между тем и другими. Для экспертов он способен делать мошенники, которые помогают им побороться саранчу. Поскольку мошенники, как правило, ломаются, не работают, сбоят, живут слишком много энергии, инженер время от времени обращается к ученым, которые дают ему новый модель. Вот инженерная позиция — это позиция такого нормального человека, который занимается равно тем, чем ему, так сказать, заповедуем. Он не пяется все время на небеса, но знает людей, которые туда смотрят. Он не роется все время в земле, но знает людей, которые там по лопать или там по поиску земли. И он занимается тем, что делает машины. Ну, ближе всего, умнеет инженерная позиция как физтехма, тут много физтехма. Нас, собственно, этому и учили. Хотя там была крутая теория и продвинутая практика, но, в общем, не влезали никуда не сюда. В этом смысле техноэкономика — это некоторое рабочее понятие, установка, набор, которые адаптированы к текущему состоянию теории и практики, исходя из тех задач, которые перед нами сейчас стоят. Не более того. Поэтому желающим судить философские аспекты, ну, придется подождать до, значит, третьей части, где, если не будет другого выхода, и вопросы будут заданы, на них мы как-то с органом дадим ответы, меры понимания. Но это нас не интересует, честно скажу. То есть, может быть, на пенсии? Я сразу включусь в фейсбуковские дискуссии. Ну, пока хотелось бы этого бежать. Кто и что стоит за этой парадигой? Техноэкономика не отражает ничего изобретения. В этом смысле она совершенно не похожа на, значит, всякие вещи типа BSC, Белландского карта, которые конкретно имеет автора профессора Коплана. В техноэкономике автора нет и не может быть, и не должно, потому что инженер не может претендовать на автор. Машинка, потому что если машина правильная, она ничем не отличается от другой, современный автомобиль становится все менее различимым. Ракеты советские были похожи на американцы. В теории он не претендует на первый случай, вообще не его дело. Дело инженера заискивает правильную теорию. Идти в этом самом теоретическом манистерии. Ту, которая ему нужна. Но правильная является не то, по которой Академия Наук сказала, что она правильная. К сожалению. Академия Наук принесет ременевшую партию. Правильная является та, которая помогает ему решать задачи, поставленной практикой, не делать машину. В этом смысле не мы заметили, давно это случилось, очень давно случилось. Та теория, которая занимала это место, или то, что находилось на этом месте, перестала помогать строить машины, по крайней мере, для управления отраслями, регионами, народным хозяйством и многим игреем. И поэтому возникли тяжелые проблемы у инженеров. Инженеры залетались. И возник разрыв. Техноэкономика призвана этот разрыв сократить, если стеклинирует. Поэтому за ней не стоят никакие авторы. За ней стоит большая-большая работа, которая для меня продолжается с 83-го года конкретно. В ней поучаствовало несколько сот людей. И там есть и инженеры, и ученые, и эксперты. И краткая история этой работы с 83-го года по седьмой есть в книжке. По-моему, она называется «Россия с временем». Дальше начинаются неописанные никем годы. Проекты, которые мы делали до 2010-го года. Дальше опять неописанная история. И если в двух словах, то в этой работе наступил инженерный этап. Мы стали делать машинки. Это случилось в 2011-м году. Была очередь на лаборатории проекта инжиниринга, которую мы здесь вдвоем, чтобы мы пока вдвоем представляли. Мне пришлось уже в приватной встрече «Вестивка» в своей компании ответить на вопрос или разоблачить миф о какой-то существовании группы Чернышева. Я повторю еще раз публично. Никакой группы Чернышева никогда не было. Вот. И нет. Так. Микрофон отверстия. Открывается. В этой работе я почти всегда избегал первой позиции и не брал на себя административные усилия, издержки, риски и неопределенности. И эту тяжелую работу выполняли другие люди. Я сегодня некоторых из них назову. Были периоды, когда мне приходилось затыкать с собой дырки и администрировали. Сколько администратора я такой на троечку. С минусом это не самые лучшие периоды этой работы. Поэтому и в этом смысле никогда не было за этим исключением конторы, которые я бы там возглавлял. Поэтому у меня было бы всегда какого-то сборщика контента. Моя задача была вовремя синтезировать и придать этой работе с содержательной стороны, со стороны теории, некоторых связанностей и приемствия. В этом смысле за связанность, приемственность я отвечаю. И поэтому книжка «Техноэкономика», которая не знаю до сих пор как удовольствовать свою флешку, но вы можете набрать «Техноэкономику» в интернете, на вас вы передаложны. А вот в этой книжке была сделана сборка. Батарейки нужно. Я разобрал? Нет, я без микрофона. В этой книге была сделана сборка, она вышла, ее можно использовать на этой девятой книге уже. И сегодня я не призываю никого читать никакие книги, я буду отсылать вас к содержанию, на которые выложены. Я отвечал за то, что в частности все, что было... Умирает у него раку. За все, что мы делали, чтобы это все преемственно было опубликовано, доступно, всегда открытой печати. Все это было и есть и будет бесплатно. Все видео до сих пор были бесплатные, книги бесплатные. А вон тот второй там не лучше, микрофон. Бесплатные? Ну, у меня. Так что никакого исторического тайна учения группы ЛИС нет. По нашему разумению мы всегда стремились не отклоняться от содержательного мейстрима. И если что-то и сделано, то мы сделали за отсутствующие институты, которые в порядок еще у нас пропали. Более-менее сборку классиков. И я сегодня об этом, если будет возможно, несколько скажу. Какой файл? Авторами не термина, а парадигмы техноэкономики являются классики общественных наук. начиная с классической троицы немного придуманной это Марк Зергей Мелеллер и продолжая линию через Министерство и Конус Коузы Бегляна отчасти Шампетера в защитной степени Парсенса и так далее. Так что мы ничего не избрали, не надо напрягаться и вас не ждет есть никакое эзотерическое мучение. техноэкономика сегодня у нас. Это слышно, да? Почему? Просто знаете, что там есть сканер отстроить? Парска просто это просто гороскоп это не прошло что не потепень а вы можете любой мент спокойно быть пожалуйста я вы можете седлодушу вклад на протяжении 305 лет внесли Владимир Аксёнов Юрий Милюков и Артур Пахом с Аксёновым начиная в 83 году он был председателем комитета молодежи организации и они делили на себя риски и издержки и неопределенности вот это отдельная история которая будет рассказывана Милюков в основном тащил на горбу этот восс лет 10 начиная с 2000-го 2010-го года и с 2011-го года этот восс тащит Артур Махом и надеюсь не придет еще кроме этого в ранние годы большие части риска на много лет бескорестно брали в встречу несколько людей никому из них никакого толку от этого ни карьерного ни иного не было это было известно заранее и все что они делали было вызвано какими-то человеческими гражданскими позициями я просто упомяну назову без отчества это был в порядке аналогии это был Александр Бессмерт Глеб Павловский Ярослав Кузьминов Сергей Хириенко Расим Казиакметов Павел Лопатов и Станислав Кнов и кто-то из них может быть сегодня придет про теоретическую основу я сказал он с отказ от авторства позиции практическая основа свыше 30 проекта начиная после коммунизма они все для вашего удобства выложены на сайте управления компанией номер 1 или членом шурупов они как-то описаны можно посмотреть проекты последних 8 лет к сожалению не описаны по поводу они есть каждый проект это в общем реальный результат некоторый по которому есть документы и часть они опубликованы я сказал про теоретическую основу про практическую ингредиенту инженера эта работа с самого начала была нацелена на машины поэтому книга техноэкономика начинается с отрывка из доклада который мы направили в 83 году вангруппу где в явном виде говорится какого сорта машины будут нужны для управления народных средств еще не было слова блокчейн но там называется концептуальная база данных исторически первым типом распределённых реестра были системы процедуры системы процедуры это отдельная огромная тема у нас малоизвестная поэтому поводы какие-то лица есть они появились впервые в США в начале 60-х годов служили для системы управления конфигурацией например разработки поддержания ремонта эксплуатации военной техники они получили тоже название системы управления конфигурацией первая работа у нас с этим термом была издана в советском радио в 70-х годах в обуви шуфрикса на экране а второй день в распределённых реестрах появился кожик и это базы данных с каким-то эпичным типа концептуальной вот мы прямо указывали с самого начала в 83-м году что мы хотели как можно быстрее поучаствовать в разработке концептуальной базы данных для управления народного хозяйства это опубликовано в том числе книжки по поводу коммунистов поэтому как бы с 83-го года был бум упёрлись в инженерную задачу так бы и пытались решать никаких отклонений не было потом появилась очень известная история сейчас частично забытая специальное математическое обеспечение управления СМОУ планировал с авторами издать 10 томов из них 2 или 3 вышло это гвардейцев Морозов это не наша работа я до сих пор помню когда еще до начала вот этой приемственной деятельности в 79-м году из гушки в Ромцовском парке где сидел сектор Неконорова подъехал как народ называл шлиновоз оттуда вывесил человек сияющий на этот костюм это был гвардейцин он руководил спецсектором Совета Министров и сказал нам что вот мы крутые инженеры высказал я тебе двух слов сказал что мы до этого дня начинаем работать в открытой смете но он представил команду Косыгина которая вскоре он и тогда это не составил вот с тех пор у нас был целый ряд инженерных разработок я просто кратко упомяну о некоторых из них это была машина фонда культурной инициативы она работала по методологии которая сейчас называется импакт на вестинг точно она пропускала через себя несколько тысяч проектов и значит запускала в жизни примерно 200 из них ежегодно эту машину я делал с 87-го года по 89-го и отвечаю за ее функционирование в эти годы с группой товарищей когда был совсем такое межвремение и не было никаких бюджет и средств для того чтобы разработать машины мы занялись методологией в этот период была так называемая группа бессмертных можно посмотреть в википедии где участвовал свой ряд инженеров разработчиков политиков экономистов и так далее и мы собирались еженедельно обсуждали злободневные проблемы народно-хозяйственные и иные политические и делали стенограммы выпускали их но они как правило не опубликованы за их исключением не участвуют и они которые стали еще более известны потом был проект иное посмотрите википедии потом появилась машина центра корпоративного предпринимательства которая была рассчитана на подготовку тысячи предпринимателей в год была такая программа специальная и там уже начали появляться специализированные сайты там был специализированный сайт национального фронта проектов кадровых инвестиций юридическое обеспечение и так далее потом появилась машина проекта цессии разработки в которой поучаствовали все ведущие методологи тогда и Сергей Попов и Петр Щедровецкий и Юрий Громенко и эта машина работала с большими корпоративными проектами но она не была машина в строго сночислом методология была а технологии еще не было средств ну и наконец был создан проектный комитет компании Русгидро который перенес от режима в рутинную деятельность крупной государственной корпорации ну и наконец к 2011 году мы вышли на рубеж запуск инженерных проектов с машиной и проект лаборатории фактически это лаборатория которая занимается разработкой и выводом на в том числе рынок машин для управления проектом это очень кратко я рисовал предыстории у нас сейчас будет два содержательных сообщений первое делает Роберт Румбурчан вы его вот видите стоит второй я и у нас два полюса таких он в лаборатории заточен на полюс ближе к экспертам в природе в том месту где возникают реальные задачи где живут реальные потребители а я заточен больше на другую сторону я смотрю в сторону науки и высматриваю что-то можно выдать уже готовое для нужд наших инженеров нам был очень интересный диалог на одном острове некоторых лет назад где Рубен рассказывал про сложные проблемы с которыми сталкивается вывод на рынок с сложных продуктов типа бизнес-чейн а также мы обсуждали проблемы создания сообщества а я все время его подначил подсушил у него в своей роли и говорил что слишком сложные задачи берем слишком высоко план поставим слишком мотивированных хотим заказчиков и нужно сделать простейший продукт элементарный для нормального человека на рынке который не мыслит даже проектно и которому мы просто помогаем снять трансляции исходя из того что он должен знать что-нибудь такое и когда из-за аудитории очень умные люди подначки спросили Рубен а что же мы пришли предлагать реакцию выгромодить что-то что-то он ответил с замечательной точки зрения он сказал что когда Курчатова надо было сделать самую элементарную реакцию с ураном делящимся пришлось громоздить гигантское здание одного графита было сотни тонн было огромное количество датчиков приборов с каждым попытка реализовать простейшую идею формулу в реальности окружающей нас приводит к тому что с токомаками вообще так и не получилось инженерная идея прозрачная берем тор бублик и магнитный полин держим плазмой грех вот уже 70 лет пытаются сделать не получается но там я думаю она не в таком виде и будет у нас все получше тем не менее жизнь диктует свое поэтому машины мы делаем сложные дорогие кривые косые часто ломающиеся и это займет еще какое-то время тем не менее они уже есть про теорию я вам расскажу потом когда Рубен Попухчан руководитель исполнительных диетов управящий партнер лабораторий со своим сообщением о том чем мы занимаемся